с миром отец Игнатий добрый день Вячеслав вот ко мне немного вопросов есть думаю всем людям будет их тоже интересно послушать и самого тоже мне будет интересно как какое должно быть отношение у христиан к мирским людям насколько близко можно к себе их подпускать и что значит хранить себя неоскверненными от мира в мире но мы допустим знаем что в мире кто не христиане ну кто не христиане почти все блудники а написано гнушайся даже одеждой но мы ведь и здороваемся с ними и соприкасаемся вот как себя хранить неоскверненным от мира и в то же время и это же и невозможно господь говорил не молю чтобы взял их из мира но чтобы сохранил от зла вот в этом все это первый раз встречаешься тут надо разбить на категории или это давнишнее уже знакомство по каким сторонам жизни общались это все надо иметь ввиду тебе нуждается только как в специалисты или что-то тебя ищет разрешение своих вопросов или зовет тебя на какие-то памятные даты а попадает это там на в пост или как вот тут священника спрашивает он благочинный михаил погибла фамилия такая погиблов если тебя пригласили на новый год а рождественский пост и положили тебе большой кусок мяса чтобы соблазна не было ты все таки съешь его доказать чем может и жёл шел сюда во время поста неверующим людям и тут отвечать даже нечего общение может быть и по работе и по разным вопросам но в духовный мир который греховен не работа же греховная я допустим обратился в нотариальной конторе она женщина приятна видом все но ты не увлекайся этим осмотри на то правильно ли составлен тобой документ и дальше что можешь дать данные чтобы она пришла тем более сегодня когда время интернета дать ей возможность зайти если она пожелает и так в любом деле не сообщать системе которые вот такими остаются а он на самом деле такой но мирской человек другим он и не может быть на самом деле если блудник речь идет о своих кто называется братом остается блудником с такими сообщается вместе разделение брат это или не брат если не верующий и ты знаешь что вреда никакого нет они в раз он сегодня послушал не обратился завтра а тебе довериться надо богу каждой возможностью сообщение с миром воспользоваться у тебя стою на вокзале я редко бываю я просто хочу подтвердить практически как подходит мужчина один так развеселый но видно что выпивший но слабенько так подошел руку подать я не знаю но я потери протянул руку мы не здороваемся за руку верующий у нас это не принято но он протягивает руку я на вокзале поздоровался вы меня не знаете я говорю не знаю а помните вас как-то на такой машине политрук привез называет его ему он полковник а вы в это время в тюрьме были там заключенными занимались а мы все прокуроры края и называют там какие следователи были собраны в актовом зале краевого отдела милиции и нам пообещали встречу с интересным человеком и вы выступили перед нами я вас первый раз видел потом вы занесли какие-то большие сумки вы наверное не помните я говорю помню я но вас я не помню и я у вас купил библию такая дешевая дешевая была и вы знаете как меня задело это не смотрите что я выпивший я ваши слова все эти помню я и в работе своей все изменил отношения смотрю как бы не нарушить это а еще что не обратился к богу да все вот никак цепляюсь сам не знаю за что вот пожалуйста я стою на остановке подходит а вы меня помните и помню я чернов владимир называет не знаю как величать а вы были в приемной у прокурора края а я напротив дверь он генерал а сейчас я на пенсии и помните когда вас арестовали привели подтверждение теперь роспись уже а вы так на внимательно посмотрели на окно а там магнитофон стоял вы наверно узнали его ваш 15 магнитофонов по одному все каждому писалка шульгин когда царского дома красноармейцы выскакивали каждому хоть по серебряной ложке то досталось они разворовали в один раз и вот вы там говорили а он вышел тогда и говорит у кого я вижу а вы знаете кто то такой ну кто знает и первый раз видит то это жалобкин но это тоже ничего не говорит вы знаете мы его посадили теперь он реабилитированный мы же его реабилитировали он он ничего не сделал плохого он про ленина сказала сейчас пишет открыто архипелагула в школе а он про это говорил я тогда знаю что я спросил нара проклинали нас он говорит нет мы молились за вас и теперь вот который вас судил а он работает в этом арбитражном суде макара владимир александровича те же самые слова говорит как под копирку наверное детей проклинали наших ягода вы что владимир александрович можем верующим мы молились за вас вот говорит показали мы тогда диван тайник ну какой же диване тайник да у меня дивана то дома не было а тут диван нарисован так нарисован не было у меня дивана этот клоповник дом да и некуда меня ставить его так это ваша пленка лежала там пленка одна лежит и по стране рядом коробка какая она величина ягода как это не у меня не у себя дома снимали то пленки когда у меня уже разделили со мной вот теперь можно общаться с ними или нельзя а у меня с прокурором края он генерал-лейтенант параскун юрий федорович сейчас он на пенсии ну да да не вода достучать один мужик сидит приемные два года хожу толкают по прием пар по прям до прокурора не так как не могу добиться а я мог в день два раза к нему прийти без очереди которая сидит там уже предупреждена была он в больнице я его посетил там когда нужно какая комиссия земли потерять это нисколько не давали вот где тут рядом около лагеря мы ходили это талятник был и талят уходят по деревне наши саман топчет и ничего нельзя сделать а вечером слышно матерятся на всю деревню материки летят он комиссию за комиссией посылал и все их на шесть километров пододвинул от нас какое мое отношение к нему понятно у него все мои книги есть он за все рассчитывался хотя я хотел подарить и вот общаться или не общаться у меня и вопрос никогда не сам по ручке подается уже нет не надо ты не верующий даже подумать об этом нельзя поэтому не если ты хочешь узнать какие враги со врагами нельзя братать а врагов только три самый главный враг подойти в зеркало посмотри далеко не ушел от нас второй враг это избави нас от лукавого с дьяволом от интервью с дьяволом смотрели как в лесу он отвечает не общайся с ним он как говорил сидел с ним и настороженно так и третье этот мир окружающий нас дружба с миром я сворожа против бога какая дружба я прошел мимо и а вы видите какие тут панно висят такие развратные там а где это да вот где где окол главного цума я сегодня шел не видел да вы вообще ничего не видите я с вами прошел поздоровался вы даже головы не подняли я уже не позвал пожалуйста она гордых никого не видит не вижу не потому что я не вижу а зачем смотреть я иду повторяю там стихи и молитвы какие ну я гляжу чтоб только под автобус не попасть я с миром общаюсь или нет очень общаясь у меня широкий круг общения и по организациям и и по разным там приемным вот когда тут душил нас прокурор района это я здесь все партии были вплоть до явлинского у всех и у изюгановских и везде был и в конце концов видимо дали сигнал прокурор он не мой над ним нет никого ни один депутат не может что сделать а видимо ответы идут через коровую прокуратуру и а прокуратура краевая конечно над районом она начальстве и видимо туда дали сигнал и он сразу отстал от нас а я пришел вот я общаюсь или нет в краевую прокуратуру ну и тут заходишь налево сразу прием на женщина подполковник сидит секретарь как секретарь или так она не секретарь она при прием заявления то но лапкин улыбается чем вы то опять к нам пришли я говорю привез тут бумагу одну но давайте сюда я говорю новый прокурор а я его не знаю у нас день деревни мы приглашаем приглашаете я говорю вот так много для нас сделали я не не имел ввиду последнее дело а там по землям по другим то она разлыбалась обязательно ему передам общаясь с ними или нет моя пошел пригласил из кгб фсб теперь я везде прошел вот теперь и решай для меня этот вопрос никогда не стоит я и поручки они руку подают мэр города губернатор края едет на машине машет рукой я почему скажу то пошел ты поэтому не участвуйте в злых делах а если они делают правильно ты можешь даже подражать вот мне так поступать бывает самоотрещение такое это не только сейчас но и при коммунистах было и описывает у других каких-то кто воевал против нас там и тоже были добрые люди фильмы показывают насилие это не было то нам врали насилие было советских далее там жуков отдал на откуп неделю или сколько 150 тысяч немецких женщин изнасиловали вот тут не общаясь он солдаты руки мы не подам поганец кого-то обижал когда поверженное все вот весь ответ надо смотреть и разделить верующий не верующий с верующим тут строжайше узнали что он жене там изменяет ему сразу мы запретили за стол садиться у нас когда бывает и одежду только отдельно там в кочегарке вешать мы гнушаемся одеждой мы строго выполняем это общественно где церковь то они храма там еще не выполним а трутся и кто нет вот и весь ответ это уже опыт я даже не думаю ничего и ну она идет так я этим живу и дышу я уже теперь не думаю он враг не враг как-то только заговорит и уже видишь кто он такой вот и все спаси христос да надо общаться и молиться все тело в молитве утром как двери подходишь сразу можешь перекрестился и отрекаясь от сатаны и всех дел его всех ангелов его всей гордыни его и впереди себя перекрестил и пошел все все стены рухнули дьявол ничего не сделает хотя грозятся другой раз где-то и встречаешься он забыл даже что даже говорил бог стер ему это переформатировал у меня были такие которые воевал против а теперь пришел и каяться и плащет а я против вас такие показания давала что я делала до меня родители туда толкали я и была там всего 16 лет да брось есть такое у русских выражения наплевать да забыть садись за стол вот весь ответ никогда на сердце ничего не лежал он сказал да мало ли кто не сказал библия говорит ты припомни сам не говорил никогда что строго судишь то от нас не убудет брань говорит на вороту не виснет вот и весь ответ я вроде в миру и что я не в миру вот приехал какой-то начальник ну большого вида начальник и рабочие перед ним собрались но и меня спрашивает как вы я говорю да ну довольно я гранит не довольна все довольны довольны я говорю недоволен а чем недовольны женщины на третий этаж носилками раствор носят это как у меня жена вот надорвалась всю жизнь болеет штукатуры и стал говорить он на меня так сразу у вас язык евангельские игроки а верующий верующий вот и на евангельский язык так он сколько почерпнул то я может через него и квартиру получил когда было сегодня он один завтра другой пришел домой уснуть не могу я вспоминаю это прям представляется картина как это работают для бога вот я работаю у меня по моему это бригадир коммунист кобзев сергей пошел у меня выработка 280 процентов ни одной переделки нету 300 ну и записал на премии премиальное это а начальник узнал там белоконь и вышеркнул еще чего баптистом тут премия он говорит так платить это не за то что он баптист он и не баптист православный а дядь деньги кому а там наколота вся синим сидит кассир сидела не раз ну делят деньги он говорит вы бригаду всю заберете дайте мне еще человек пять таких как вот этот баптист я вам буду план давать с переуполнением все время мостопоезд 140 я тоже сергеем по-хорошему говорю он не пьет не курит телефон я слышу я не беру мне нельзя враги кто знает меня тут не позвонит вот так еще вот как сейчас как сказать то причина не принятие истины человека человеком вот он не принимает истину как этому относиться внутренне какая причина в этом может быть какая истина смотря он услышал клевету имя на меня возводит а я ему говорю дело было то не так и совсем не так я рассказываю случай на работу пришли один горит надо же начальнику как везет играл гортуру летку тогда еще не убрали ты выиграл новую машину такая машина новая дорогая и опять выиграл а другой говорит это бабе басни не отец а их начальник директор то сын его да не играл а отцову машину проиграл маленько не сходится вот так и здесь кто он такой что говорит истину не воспринимает может не знает рассказал дальше игру второй раз повторять это спор начинается я никогда не спорю и у меня есть изречение спорит тот кто ничего не знает а кто знает он возвещает истину я вам его известил все еще вопросы нету до свидания я пошел и все на этом я не понимают что я не буду размениться на пустоту но ты говоришь говоришь то несоответственно действительность о ком-то другом не а мне мне неприятно это но переморщимся касается меня потому что так посторонние слушать не буду так это правда сейчас один пристал мне а как вы к путину относитесь как путину относитесь я говорю так отношусь к нему как повелевает мой путеводитель он никак я спрашиваю конкретно я говорю конкретно ответил посланник тимопея апостол павел пишет молитесь за царей начальствующих чтобы жизнь проводить тихую безмятежную я спрашиваю про путина я вижу что я говорю третий раз отвечаю четвертое 7 я его и отпустил мне делиться путиным нечего он отвечает за все а я отвечаю за то ареал где вот в доме недавно одна у меня тут побыла ну знаешь на крещение принимала елена гладыщук ну позавчера тут меня возили показали в район там врачу я только никому не говори что возили то назад комнату зашла ну какая то вот это и у вас я была в комнате это такое восхит я говорю ты самом деле что ли ты говоришь то стыдно даже завести в такую комнату человека можно потерять да вы что тут наоборот но у нас все компактно тут дрова тут уголь в комнате тут у меня кошки тут голубь тут стол тут икону ну не некуда ну мало вот там я был когда народ 12,8 квадратных метров неполных тринадцать это и приемный зал бывает человек пятнадцать одиннадцать человек я мог уложить спать не на полу этаж этажами разбито все и вот так тут переплетная цеха у надежды васильевна мастерская по пошиву тапочек ту же столовая ту же туалет все здесь на 12 и 8 десятых квадратов и поэтому если ко мне человек ходит он научиться не акулий полигон встречать а затаренное пространство называю и так и здесь я говорю ты серьезно что ли так это восхищаюсь это то что мне по душе и лена она я говорю многие знаешь бывает так очароваться а потом разочароваться не надо нет это то что я искала ну смотри тем сильнее разочарование будет пошли эти угождать то не буду я же скажу правду а правда она не каждому приходит нет 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 я говорю твое дело раз понравилось так гляди а у меня тут печка не белина я не даю белить зачем белить ее главное чтобы не дымило вот такое дело и сколько когда не нравится да не нравится он истину не принимает сегодня а завтра я не знаю а подвижки никакой нет но видно будет он против не говорит и не пожирает от почему его должен относить к сам или к свиньям которые попирают ничего он против не говорит просто слышит а пока стоит там где-то на в отдалении я должен показать и большее и тогда это начнет его привлекать а что ему на память придет вынуждение известно у нас тут один был михальков иван андреевич инвалид войны а у него сыновей один сын три или четыре срока отбыл баптиста отделенная совет церквей один сын работает психиатром неверующий он готов у вас дети тут тоже неверующие есть и наши такие он говорит нет разница есть мой сын говорит случае нужды знает куда обратиться а ваш не знает а мой а твой сын сидит четвертый раз он сидит за что знает и я его на это благословил а он инженер там какой забыл я даже что такое инженер почему-то только завод агрегатов его сажали сколько раз теперь на германии а вы вообще общаетесь с ними а он такой как-то стихица этот юрий то я бы несу как-то на работе надо через стену от шланга отрезаны а это что атрибут вашей веры он баптист трубка резиновая еще я знаю что ему ответить да нет через нее мы смотрим не только на небо а как так а теперь решай сам надо знаете мне не не христианское такое выражение говорить но немного повеселее жить не так что к 100 рублей но хмурились и везде мрак что-то сказать разрежающее может забыл забыл про вас бог или в дороге или уснул как или я над валами жрецами то юмор должен быть немножко но не как у старобряца все время там ты лети переходи к нам я этого и не говорю ни одному человеку не сказал переходи к нам он должен проситься подать заявление но я ему расскажу все и он все понимает что лучшего момента для него не будет вот ответ почти христос еще вот играть их ночь как относиться вот мне вот вчера что для вчера да ну там на учебу мне там я так посчитал мне деньги там кто-то не вернул я рассчитывал чтобы не вернули но не вернули в итоге мне там немного не хватало денег и я так в мыслях мыслях допустил к богу помолиться я так говорю что-то не хватает господи помоги так в мыслях чисто даже не вставал и через пять минут через пять минут мне вдруг приходят не откуда-то 5000 рублей на мой счет и я не знаю как этому относиться я не хочу их трогать даже это деньги потому что я не знаю ни от кого никто мне не отписал кто это деньги отправил ничего я боюсь трогать эти деньги потому понятно от кого они пришли когда когда это было так минутку тихо все тут дело такое вчера мне тоже кто-то переслал вчера вчера кажется на мой вот этот телефон сейчас я не могу сказать сколько но кажется 6 тысяч что ли а поза вчера три тысячи положили всем пообъяснил не посылайте сюда не посылайте минутку не посылайте у меня есть карточка на нее с ее деньги я не могу снять снимать эти на полторы тысячи отдать кто посылает тоже не знаю может быть один и тот же человек узнал нас вместе что увидел засек скажите я их нахожу будет будут думать голову толомать кто им послал тоже загадку загадали мне не нужно абсолютная просто что удивительно что я до этого пять минут помолился и мне пришло но я них них не буду их трогать эти деньги пока они не выяснится от кого они или чего это что это такое интересно у меня кошки тут и одна самая пушистая поля сейчас я буду заспать я не видел никогда сейчас я покажу подожди я крик видел 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 нет сейчас подожди я ее найду ой где моя паля ну-ка давай паля паля иди скорее иди ко мне иди скорее паля иди забегали сейчас она подойдет паля иди скорее заснула далека было или скорее пора паля ко мне или скорее иди сюда пушистик во все кошки сбились тут иди поля поля иди скорее вот она или поля поля где ты там вот она иди скорее но когда вой давай давай иди Паря, иди с туда. На-ка, скорее. Давай, скорее. Да я тебе дам. Ой-ой-ой. Красота какая. О, смотри, какая пушистая. Да. И вот она в погреб-то я посадил сюда, а там дыру никак не заделают к Надежде Васильевне. Её нет уже сутки, и подумали, что другие кошки её там обидели, она там засохла. Или, может, за верёвочку надеть повесилась. Володя пошёл к Надежде Васильевне, всё обыскал. Нету. А я встал, помолился, Господи, если можно, покажи. И сам оделся и пошёл туда. Прихожу, гляну, она на шкафу сидит, живая. Я, Володя, говорю, ты нигде не нашёл. И внизу, и фонариком, и под шкафом, и везде нигде нету. А я зашёл только, а она сидит. Видишь как? Так и молился, прямо помолился. Встал, пять слов сказал, Господи, если можно, оставь её живой. Она мне очень нравится. Она такая мягонькая. Из всех её... Ни одну из... Нельзя сравнить даже. Она больная, ударилась головой, да мы её... Подожди, 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 подожди. Ой, ну, давай. Вот. А этот... Игорь Тихонович, а расскажите, как вы в туалет, как они ходят у вас? Как вы это убираете там? Куда они ходят? Никуда. Это подпол. И там земля под полом. И там расстояние, допустим, от такой вот. А они ходят, а это же под всем домом. Вот. Ничего нету. Всё там у них там подсыхает, и как земля превращается. Ни запаха, ничего нету. Мы для них ничего... А дома? Дома? Ну, дома они туда. Туда лаз сделанный. Вот такой вот. Вот сделаны, и всё. На ночь мы их сажаем, потому что они открывают, а до оттуда холод тянет. Открываем их, а там им сделано как гнездо. У меня здесь четверо в комнате. Четверо и шестеро под трапезной. Всех, которые рядом бегали, кошки-то, а их знаю чёрно, всех собрал, они замерзают. А весной выпускаю. И всю зиму Володя кормит их там и здесь. Ну, не в убыток, самим остаётся что-то. А кормите чем? А, Володя кормит. А там какая-то у меня мешки есть с манкой, там что-то. А я, когда Володи не было, я варю мелкую картошку. Я потом её руками щищу. И толку. А туда отдельно, в отдельной кастрюле, варю рожки. Или что-то такое бывает. Или гречку добавляю там, или что-то ещё. И тогда отдельно толку, вода, которая была из-под картошки, добавляю туда. И у меня получается полная кастрюля. Добавляю растительное масло. А бывает иногда и что-то такое рыбное. И всё. Но Володя как-то маленько не так что-то добавляет. То остатки рыб, то даже нужды нет кот. Смотри, какой кот. Я сейчас покажу тебе его. Иди-ка сюда. Давай. Опа. Вот, не скажешь, что он заморённый? Ну, гляди какой. Ну вот, углеводами их кормите. Углеводами. Они вот жирные такие. Он какой. Давай, иди. Белый. Ну, не заморённый. Да, здоровый у вас коты. Здоровый. Вот он какой. Прямо это вообще. Вот он. Гляди. Да, вижу, вижу. Вот так. У вас всё-таки я видел коты, которые, у них так они белые, но тёмная голова, тёмный хвост. Да, вот она. Затемнелая так, дымчатая. Подожди-ка. Она пойдёт. Это как будто с ямской, смешанной с ямской породы какой-то. А вот смотри. Глаза какие голубые. Видно, нет? Голубые, голубые. Вот она какая. Хвост какой. Видишь, у неё как полосатый. А тут голова тоже. Это называем синеглазкой. Сейчас что-то пузатое, не пойму. Это какое-то как будто породистая. Но и спина у неё, видишь, какая? Такая, как мех соболинный. Давай. Да. У меня голубь в избе. Видел, нет? Сейчас покажу. Это он вертун, который вертится? Да, который вертится. Но у них нынче у меня больше, чем в два раза. И было 25, а осталось 12, кажется. Вертлящика болезнь такая. Всех выкашивает. Голова выращивается. И вот последний такой был. И вдруг стал летать. Он не мог ни есть, ни пить, ничего. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ещё подожди, подожди, подожди. Ну-ка, подожди за ножки. О-хо-хо-хо. Вот и всё. Да. У меня на балконе, когда я в квартире ещё жил, три колуби раньше было, тоже белые. Один, который вертелся в воздухе. Да. У меня всегда было. Я их постоянно где-то находил и выкармливал. Вот я на оружии сейчас сделал. Жуланы, это большая синица. Они только семечки едят. Я их прикормил около 40 штук. А чтобы воробьи не лезли туда, ну, сделал такой ласом туда. Тазик насыпаю каждый день. Семечки. А воробьёв около сотни кормлю. Тут стол у меня стоит. И три таких ящика из стола выдвижные. И голубей где-то. Дикие, не мои. 45. Тоже их всех кормлю. Всю зиму. Отходы от голубей есть. И у меня перед глазами всё время это мельтешится. Это же интересно. А до этого было с улицы, все собаки приходили. Приносили им отходы мяса. Я их кормил. Но мне запретили. Там ребятишки ходят. Они ласковые стали, собаки. Ну, и так, нету их теперь. А мне это даже нужды нет. Я люблю это. Сейчас маленько погодя полезу голубятню смотреть, как они там. Игнать Игнать Игнатьевич. Вот ты сейчас считаешь ответы. Ты считаешь там малую долю. А которые другие. Все ответы. Да никогда никто не даст. Я работаю с документами. Какой бы вопрос ни был, я подставляю все документы. Там зарубежная церковь была. Там военная. Я отмечаю стихи и документы. И печатные. И номер такой, это 3150. Что там, у Осипова или где-то нету. Все мои ответы. Наши люди, которые и сам я их делал. Большинство-то сам я их перепечатал. Мне вот в зале маленький такой на кассетах. Ну, раньше были. Не катушки, а кассеты. И тут специалист один сделал. Я ногой его выключаю, выключаю. А сам печатал на машинке. А потом это все переведено. Теперь уже оцифровано. Это Бог сделал так. Мне даже теперь, я на все смотрю, как отчужденно. Будто бы там, я знаю, что все работает. Вот только сейчас отвечал на вопросы, которые, ну, никак по-другому, так сказать, нельзя. Как это вот, как это понимать? Как? Вот мы думаем так сделать. Их интересует мнение, как правильно будет. Даже визитку сейчас сделать, которой мы давали визитку нашу. Сергей Павлович написал, а вот лагеря нет, а тут лагерь что? Я все это сразу и написал. На каждой строчке. Ну, конечно, знания там просто огромные в этих вопросах, зарытые. Мне даже жалко, что я не все начитываю, что время нет, все начитать. Ну, а потом будешь считать. Потому что думаешь, начитываешь. Да, советую ознакомиться, выбирать время и помаленьку иди, иди, иди. Потому что таких ответов никто никогда не даст. Никто. Почему? Во-первых, материалов нет. Во-вторых, это сама реакция на любой вопрос. Какая? Он другой. У него должна быть другая у человека биография. Дело не в картинках. Какое стихотворение? А сколько там? 22 тысячи. 22 тысячи стихотворений. Но я должен знать, какое и в каком месте. Житие-то сколько? 1173. А бывает, житие 51 страница. А вопрос состоит, я должен житие взять. И из этого жития я беру всего 3-5 строк, но я должен знать. Иногда на один вопрос я беру из разных житий, разных веков, до 10 или больше. Не ответить никаким Осиповым. Я же на кафедре, мне некогда. Я не знаю, какой вопрос зададут. Я это на памяти. А дома я теперь расширяю, добавляю. У меня на все каталоги составлены, симфонии. Мой труд. Свой. Мне почему-то... Я любил математику, а на оно мне все сгодилось. Я вот беседую сейчас пока рано. Я свободно оперирую всеми этими цифрами, сравнениями. Противоречий почти нету между Кораном и Библией. Я говорю, нету. А ты знаешь, сколько их там? А сколько? Упущение. 5216. Я знаю, сколько букв в ней. Сколько раз какое слово. И какие сравнения. И где... Что касается для нас. Это особая область. А работать с этим народом. Игнать Тихонович, а каким образом составляется симфония? Какой порядок? Вот допустим, вот у вас книга. И вам надо составить симфонию. Какой порядок действий? Порядок такой. Любить должен. Первое место, на первом месте, любовь. Вот допустим, я знаю, считал. В Библии где-то есть. А где, я не знаю. У меня симфония есть на канонические. На неканонические нету. И я еду в другое место где-то. И беру, и начинаю считать возможность. Найду я или нет. Я не знаю, почему у меня так было. Даже на канонические у меня не было. Я все на память должен узнать. То, что сегодня симфония дает. Я тогда решил на неканонические. Избрал какие книги? Пять книг. Премудрец Соломона. Третья Ездры. Варуха. Ну и которая там была. Вторая Ездры. Неканонические книги. И, конечно, Сирахов. У меня где-то, сейчас я не знаю сколько, но думаю, вот этот А4, кажется, лист, на котором печатают. Печатают всегда. На 270, нет, 470 листов надо. Вот я считаю, допустим, там написано. Так возлюбил Бог мир. Слово возлюбить. На букву В. Теперь пишу, где это есть. И каждое слово я должен разносить. И должен именно сюда. А потом волфают нам в порядке, какая книга. А потом волфают нам в порядке словах. Каждая буква. Да третья одинаковая. А четвёртая по алфавиту дальше или ближе. Я и тут должен её знать. Это всё вручную делал один. И в течение года сделал и отпечатал. Сейчас я не могу точно сказать. Ну, где-то, может, листов. Тонкая белая у меня. Ну, около 200 с чем-то отпечатал руками. В течение года. А уж потом, когда появились помощники, электроника. И сейчас вот от меня выходит, которая симфония на неканонический. Она у вас есть? Есть. Такого. На неканонический есть у меня, да. Неканонический. Моя, моя, которая выходит. Есть, есть. Ну, вот. А теперь это уже. У меня нету только на жития святых. На жития святых. На жития святых у меня нету. Но по смыслу. Не по буквам. Как нету? Она синенькая такая. Посмотрите. Там не было. Не было. А почему не было? Не было. Синенькая. Синенькая. Не было. В мягком переплете. А вот я вижу, где на верхней полке стоит. И вплотную к стенке. На верхней полке. Да, вот здесь. Вплотную стоит. Не-не-не-не, пониже, пониже. А вот у вас видно ниже. Вот, да. Тут синенькая какая-то. Нет, 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 нет. Стоять. Нет, новый завет. Да не об этом. Не надо. Стоять. Стоять стоит книга. Стоять. С моими книгами рядом. Голубая. На той полке. Стоять? Да. А, нет. Это отсвечивает. Она... Нет, нет, нет. Она синяя. В мягком переплете. Нет, нет. Игнат Тихонович, у меня нету, не было. Изначально, когда мне прислали, не было ее. Ну, значит, там где-то она затерялась. Брали, может быть, он по ней. Так, теперь думай, что тебе надо еще, чтобы одну книжку не будешь посылать. Если нужно, я пришлю... Да и это посылать не надо. Я, дай, может, Бог даст, и летом-то приеду. Ну, тогда другой разговор. Если разрешите. Тогда могу дать. А сейчас я могу вам ее послать в электронном виде. В Ворде. Вот, в электронном, да. В Ворде послать и в пейджмейкере. Пейджмейкер, знаешь программу? Страницами, как книга. Как называется еще раз? Пейджмейкер. Пейдж, страница, мейкер, изготовитель. Эту программу надо поставить. Вы можете тогда считать, листать по страницам все мои книги. Когда готовишь в типографию, в пейджмейке надо все перевести страницами. Это готовое к печатанию. А в Ворде ты дашь там как? Ворд еще не даст. Ворд считать удобно. Я могу скинуть ту и другую сегодня. Сейчас поговорим и сразу скину. Да, буду очень рад. Да, это там только не по буквам, а смысловые. Допустим, камнем дьявол ударил человека. Где-то ты считал, камнем ударил сам сатана. Ты камень зарядил. И там подряд все, где камень встречается. Какого числа, какое житие святого. Теперь, если ты не нашел слово «дьявол», по дьяволу можешь искать и ударил. Вот и все. Ты нашел человека мудрого, ходи, пусть нога твоя истирает порог дома его. Ты по слову «порог» можешь найти и стирать мудрость. По какому ты? Вспомни хотя бы одно слово. Тем более, когда я составлял симфонию на неканонические, я ответил. Все, которые были до этого составлены, неканонические, дореволюционные, все они непрофессионально сделаны. Искать невозможно. Они берут по падежам. Надо, наоборот, все свести к одному падежу, к одному глаголу. Шел, ушел, пришел, не имеет. Я знаю, что шел. А я не знаю. Пришел, поискал, нету. А у меня все в одно я должен был свести. И все падежи в один падеж. Шесть падежей в один. Это непросто. Ад, Адам, Аду, Абади. Все слово «ад». И у меня симфония самая полная, какие когда-либо были. Самая удобная, самая профессиональная. Но мелко по шрифту Невернигородской, которая была уже, я не выдумал. Я размер взял оттуда. Игнать Тихонов. А вот по... Я слышал, у вас есть такая симфония, которая по годам. Первый век, второй, третий. Вот это мне интересует тоже. Да. Так а ты зайди на... Такой? На наш сайт. Такой есть. Такой есть. На сайте. И там даже одна графа есть. Сколько страниц в бумажном варианте. Даже такая смешная. Ты только открыл и сразу увидишь, много там или немного. Когда откроешь, открой сайт во свете Библии. Сайт. Слушай. Слушай. Вот у меня... У меня тоже есть, но неудобно всё равно читать по этому. В сайт, когда... Вон, жития. Да. Откроешь сайт. А в сайте там... Навес такая, впереди. На первой странице в сайте. Сайт во свете Библии. Сайт. Не скайп. Сайт. И там написано «Звук и видео». Я знаю, знаю. Ну, открой звук и видео. Давай. Вот зашёл. Звук и видео. Открыл. Так, теперь смотри, там «Жития». Жития там где? «Жития святых» 12 книг. Да. Ну, вот дави на её. Всё вижу. И там по алфавиту... Всё, всё вижу. По алфавиту. Вот откни. И ты увидишь, какой труд там проделан. Какие графики. Каждая из «Жития святого». Каждая. И величина его, и на какой поискать дорожки, на каком файле. Всё указано. Видно, нет? Какой век. По векам она идёт. То есть 12 книг, а в каждый день разный век. А я открывал и выбирал из 12 книг. Первый век выбрал, потом второй. И всё это по порядку идёт с сентября. А потом они выставлены уже по месяцам и по числам. Всё, всё, я вижу, вижу. Вот. Да, вот всё, я увидел этот график. Вот я его и искал. Нашёл. Ты пришёл... Каждая, это да. Ты, говорит, сын мой, пришёл в нужное место. Вот это да. Не разочаруйся. Спокойно всё посмотри, и ты поймёшь, что это такое. И те, которые там возносятся своими профессорскими знаниями-то, они никогда этого не сделают. Им грамота мешает. А мне один сказал, вот вы и говорите, а он теперь доктор богословия, и говорит, вот вы так относитесь к тому, кто учится, что сами-то образование не имеете, и, может, по зависти говорите. Я говорю, знаете, что мою душу никто не корёжил, не ломал. Я воспитывался у ног Христа. И поэтому мы разные. Ты, как Андрей Кураев говорит, Игнатий говорит, ему разницы нет, кто, собор, не собор. В Библии не так, ему все равны. А мне не все равны. Я думаю, ещё и епископ скажет. Я нигде ничего не умолчал. Власти это или... Вот ты считаешь, вот, сзади сейчас, русская православная церковь, Сергей насчитывает. Другие, которые... Там везде ответы даются такие, что, говорится, зубы стучат. Да. Да. Я оставляю наследие. Вы им распорядитесь. Володя тут остаётся, я ему наказываю, чтобы на вас выходил всегда что не так где-то. Сейчас, которые ролики каждый день ставлю, около 40 в среднем. Это делает Володя один. Я сижу другим делом занимаюсь. Я сегодня уже смотрю, почти нормально. Сейчас вроде поменьше, чем 40 выставляется. Да, ну, сегодня выставил он где-то 42, как не меньше. А потом я ещё днём добавляю. Я сегодня, кажется, 5 добавил. Так, 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 я сейчас что-то хотел спросить. Количество... Это воскресенье перевалило. Перевалило 20 тысяч роликов у меня. 20 тысяч 800 теперь примерно. Или 500. Так что тут вам хватит на несколько веков. Ты знаешь... Вячеслав, сейчас подожди. Чего такой вопрос? Ты знаешь, что я люблю русский флаг? Российский. Конечно знаю. Я его тоже теперь люблю. Он единственный, который несёт в себе земное и небесное. Один флаг такой за всю историю. Он вне конфессиональный. Вневременный. Вневременный. И независимо от того, в каком ты возрасте находишься. Главное, нигде нет того, чтобы шли они друг на другом, не вертикально. Родился в крови, думая о небе, ищи Горнева, и белый престол ожидают. Всё. Вот оно. Нет такого флага нигде. Никогда и быть не может. Он один. Это проповедь незрима. Это благодать Божия дана нам. Это мне жена по заказу сделала. Пусть тебе Екатерина такую сошьёт. Это она может уже. А нас никто, никто не обвинит в этом. Мы где-то ездили. Едешь, и столбы везде. Красная, синяя, белая. На столбах. И столбы идут, идут, идут. И все на каждом. Ничего. Я же не насмеюсь над этим-то. Не жгу, как где-то в Турции, или где жгут американские флаги. Я просто говорю, это проповедь. Ну и слушаю, что хотел. Вот я хотел, когда приеду, можно ли у вас все в электронном варианте, которые у вас есть, напечатанные материалы скопировать в себе? Так я их могу вам пересылать сейчас. Ну, вот имеется в виду, что у вас там именно есть. Там это много слишком? Это как пересылать? Ну, как много? 38. Ну, и учитывая, 7 есть. Ну, 43 тома. Я их все могу вам перекачать. Помаленьку. Это я сам могу скачать. Ну, у вас есть там еще на компьютере непосредственно наработки по каждым темам. Там бывают отдельные. Отдельные, как по главам. Вы присылаете постоянно. Даже не сразу отвечу. Какие именно темы-то? Я же все их из книг беру. Ну, вы берете, а у вас уже отдельно файлами в Word это есть много чего. Ну, правильно. Отдельно у меня есть там о десятине или кто-то что-то спрашивает. Я же копирую оттуда. А бывает новое. Новое я составляю сейчас. Сейчас. Прямо вот в настоящее время. А потом я сделаю ссылку и раз, и все готово. У вас, допустим, какая-то тема затронулась. Раз, вы сразу находите. У вас уже собрано со всех ваших материалов, как в одно место. И вы так разбрасываете это дело. Да, но потом... И у вас уже там много такого. Так, можно по алфавит. Но только на первое место для поиска. Ставь главное слово. Допустим, Иегова. Яговисты. Или что-то смерть. Значит, о смерти. Крещение, все ко Крещению. Слово это означает перевод разный. И в него дальше подряд все выставляю. У меня есть такие... На столе стоит. И я по ней сразу раз нахожу быстро. Буквально минутное дело я уже нашел. Я большее время... Ну, на другое уходит. Другой раз к вечеру гляжу и даже... У меня уже тоже очень много составлено. Ну, это... Благословен Господь. Пойду кормить... Говорю, сейчас Воробьев еще. У вас... Знаете, сколько веса занимает ваш Ютуб весь? Ну, даже... Знаете, сколько он занимает веса? Не знаю. Нет, не знаю. Около шести двух терабайтовых этих жестких дисков. То есть, это где-то 12 терабайт. Ну, примерно так. Когда сейчас Испанию это попросили отдать, то мы же сняли копию и отправили с Виталием. А говорили, надо через КГБ, оказывается, ничего это не надо. Там еще нету. Поэтому они говорят, если у вас что-то случится, чтобы там понимают. Сразу там начнут выставлять. Ну, ладно, Игнатий Тихонович, благодарю вас за беседу. Так, я хотел спросить. Отца-то не видно что-то. Он не бывает с нами на занятиях или на молитвах-то? Он... Ну, на занятиях редко-редко бывает. Никак с компьютером там у себя не разберется. Но я с ним вижусь. Никуда он не пропал. В хорошем состоянии находится. Мы его помним, скажи ему. Читает Библию. С ним общаемся мы постоянно. Да. Ну, вот вопросы, которые здесь сейчас односчитываются, он может просто слушать, работать и слушать. Это же много мы выставили роликов. Да идут и по мусульманству, и по... Что-то, конечно, сейчас и евреями занялись, и жития. Это огромная-огромная тема. Вот так. Вы зайдите в Инстаграм, посмотрите, какая там тоже сейчас работа идет. Я там тоже вопросы все выставляю в Инстаграме. Ну, на меня скидывай копию-то, ну, чтобы я все, где общее занятие, иду туда, выставляю тоже. А тут я возьму, посмотрю. Просто там зайти, посмотрите. Да. Потом в Фейсбуке и ВКонтакте я тоже все вопросы выставляю. И в вашей группе, ой, в вашем канале по плейлистам все распределяю тоже. О, вот это дело было бы. Сколько плейлистов, думаешь, будет? А сколько... Сколько этих тем, плюс еще отдельности темы вот этого высказывания. Ну, то есть много там, за 50, штук 60 дополнительных будет, в общем. Ну, если по плейлистам... Уже 40 есть, уже 40. По плейлистам тогда можно будет найти что-то. А сейчас, видишь, мы просто гоним, скорее, пока я здесь, чтобы поставить все. Я тороплюсь. Игнать Тихонович, уже распределено. Я все распределяю прямо сразу же, как выходит. Вы посмотрите. Все, что выходило, оно все уже по плейлистам стоит. А как я это проверю? А вы зайдите на плейлисты и увидите все. А где они? Стосовой канал. А вот, смотрите. Демонстрацию крана сделаете? Демонстрацию. Сейчас, демонстрацию. Справа, около сердечка. Справа, около сердечка. Дальше. Начать демонстрацию. Так точно. Все, все. Так. Теперь заходите, да, в интернет, в YouTube свой. Зашел. Просто вот обычный канал. Обычный. Обычный канал. И что? Так, сейчас у меня, я увижу. Пока не вижу ничего. И там есть, вот если вы зайдете на канал, там есть сверху написано главное, видео, плейлисты. Так нет, подожди. Я должен тогда это, зайти туда сначала. Или новое, откройте новую, новую вкладку. Я сейчас открою. И там делайте. Давай. Вот теперь я зашел. Где там? И там, смотрите, главное, видео, плейлисты, такие вкладки. Так, подожди. Главное, видео, плейлисты. Плейлисты надавить? Да, додавите. Надавил. Вот теперь пошло. Подозвращение... Смотрите, там написано, все, все плейлисты, все, видите, написано. А, да. Ну, и как все? Слово все надо мне тут, это, стрелку дать. Нет, там написано, смотрите, надпись такая, все плейлисты. Так, подожди, да все плейлисты, и что, на нее нажать? Да, на нее нажать. Ну, и что? А я туда не выхожу, вот куда вышел. А-а-а. И вот, смотрите, у вас много должно открыться, много-много таких разноцветных, да? Да. Это ваше... И вот, смотрите, обращение ко Христу, евреи, промысел Божий. Так, подожди. А где это ты считаешь? Тут-то нету. Я, у меня почему-то, демонстрация экрана почему-то у меня не работает от вас. Я не знаю. Я поэтому не вижу ничего. Праздники, молитва, покаяние. А, вот, ну и что? И нажимать на нее? Русская праздник. Нет, смотрите. Да, вот, жалко, ничего не вижу. Сейчас. Ну ладно, говори, блин, на память, я нажму. Ну, допустим, покаяние, я на нее нажму. А вы должны уже, вы должны увидеть это все, много папок этих, папки, много. Ну, я вижу молитвы, праздники, покаяние, только не Павел 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 уйдет. Что-то русский язык впереди. Нет, а это невозможно здесь так, это не изменить. Это, как мы выпускаем, оно так и встает. Ну да. Ну вот книги... Еще нажать на них надо? И вот, вот, любой человек сюда заходит, и он может, допустим, у него интересна тема книги, он нажимает, и у него все вопросы, которые по темам книги выходят. Так, подожди, все или ничего? Которые мы начитали. Да. А, они справа в маленьком варианте. Открытым оком. Тема. Рождение. Том 27. Вопрос 3899. И так по каждой теме. Это кто считает? Наверное, это... Кто из единоверцев нападал на вас с самого начала? И изменилось ли теперь их отношение? Так что, все, видите, никуда не уходит, оно все здесь остается. Ага. Ну так. А вот они идут здесь, все-то все, как это так все? А тут, я-то, от которой открылось одно, а остальное справа идет? А оно вподряд идет. Да, справа можно выбрать, а если ничего не нажимать, оно вподряд прям пройдет по всем. Ага. Если даже ничего не нажимать. Какой пункт содержания в тюрьме боли? Вот интересно. Я не знал. Можете ли вы научить писать стихи? Вот смешно. Стихи научить писать. Да я что, Афанасья Афанасьев Фетт, ему Лев Толстой написал и говорит, такие стихи может написать лошадь, если бы она умела писать. Ну вот, Игнат Тихонович, так вот, по каждому плейлисту, ой, на каждую папку можете зайти и по любой теме прослушать из того, что уже начитано. Да все ли, все, нет ли пропусков? Я думаю, пропуски будут, но не так много. Молодец, благодарю. Ну, я не знаю, я старался абсолютно все закладывать. Может, один-два, если только по ним. А вы там таблицу начали составлять. Ее в конце, когда все закончат, до конца закончить надо будет таблицу эту. Кто сколько насчитал? Конечно. Ну да. Надо будет еще пересчитать сейчас, потому что уже много кто начитал. Пересчитать и посмотреть, сколько уже сделано. Я про это и говорил. Вот, самое ценное, что у меня есть на всех, это вопросы-ответы. Их нельзя составить, нельзя ответить. Никаких университетов не хватит. Это жизнь человека, это его взгляд. Это то, что дал Господь. Не написать им никому. Это я абсолютно точно знаю. Почему они живут другим? Другая мысль у них, все по-другому. Это взгляд на весь этот мир, на священное писание и на будущее. Во свете Библии оно так называется. А во свете Библии они ни один не отвечают. Никто. Лукавая, потому что. Ну ладно, я назад развернул. Да. Ну вот, если что, вы можете там, чтобы знали просто. Да. А у вас там очень много плейлистов, архивы всякие прочее. Но там уже все напутано, то, что было до этого. Ну, много чего. А сейчас вот уже по порядку идет. Ну, а то, что напутано, нельзя разбазарить по-новому? По полкам разложить? Можно, но это требуется отдельная работа, которая в будущем. В будущем имей в виду. Но ты готовь себе и преемника, не просто так. Ищи подходящего. Я вроде еще не старый. Да мало ли еще, на это не в старости дело. Дело в том, что внезапность. Вот возьми, Щаплин, он же не думал, 51 год. И все. Сейчас о нем еще пишут, а там Невздоров и другое это читал? Нет, вот это не читал еще. Это я вам скину. Какой-то автор был, особенно циничный. Все виды секса, извращения-то. А это он один и то же лицо, говорит. Щаплины под каким видом был? Он за это деньги получал? Не знаю. Я говорю, а почему ты за день раньше... В это верится, в это не хочется даже верить. Я про это и написал. Я говорю, а почему же ты не встал раньше, не написал, пока он живой был? Он мог бы тебе ответить. Да. Но тут выступает на радио еще одна, я выписал даже, могу переслать. И она краем касается этой темы, что он писал. У него излишний вес сильно был. У него глаза пуши, я всегда смотрел. У него никакого не было, он один был. В семье. И у меня-то я вам посылал, видели мои, три раза я касался его. Его разбирал, ответы. Я вам посылал. Да, там это, я бы сказал, проповедь целая. Да, я разбирал во свете Библии, как он нападал на Кураева и все эти вопросы во свете Библии. Тогда, тогда это... Там вообще огненные, огненные у вас интервью, огненные просто. Да. Я вот читаю ваши проповеди, для меня это вообще... Ну так они хорошо на сердце ложатся, так они рыхлят сердце. А вы знаете где? Так переходит из одной темы в другую, так плавно. А вы знаете, где они проповеди такие? Так, я прям не знаю, я даже учить, я их учить хочу, эти проповеди. Вы на сайте, когда зайдете, на сайте, они выставлены, там 1400 что ли, это малая часть проповедей. До этого не записывали, ничего не было. Как-то и в тихий был здесь у нас еписк. Вот так. И там Ефот я назвал, проповедь Ефоту. Как так можно последовательно излагать? Я просто удивляюсь, мысли так даже не идти-то не могут. А вы когда откроете там, где проповеди-то, и там они у меня выстроены так, по названию. И выстроены по... Что является эпиграфом к этой? Какая глава, какая книга? Если священник говорит, на сегодняшний день такое-то считать. Он смотрит и Матпея, или к евреям. И там по порядку все идет. Вот это еще работа проделана какая. Искать можно по названию и по стиху, который сегодня считается по календарю. Я так и делаю. Я в этом уже там разобрался хорошо. Сайт вообще там невероятный просто, если так взять. Огромная работа там проделана. Я даже до сих пор еще... Ну, чем больше я смотрю, чем понимаю больше, насколько там нету... Ничего подобного в интернете нету даже близко. Нет, нет, это я... Не потому, что это я, а потому, что я знаю, что нету. И причина тут... Главное-то в том, не знание писания одно, и во второе трусость и корысть. У меня там все это я делал по любви. Брат, не брат для меня, епископ, не епископ. Я нигде не нахальничал. Я просто говорил, открывал места писания и дальше уже сам думай как. Я никогда, думаю, ни разу не перешагнул эту грань, чтобы в цинизм какой-то войти или хамство. Этого нету. Я просто считаю места писания и говорю так вот, говорит, или святой, жития святых. Вот седьмой, восьмой том, открытым оком, ты еще раз пролистай его хотя бы. Когда я студентом отвечаю на все по Библии и по житиям святых. Иногда на один вопрос беру из десяти житий святых по тематике. Там всего только бывает у него строчки 3-4 именно по этой теме. Это надо было оттуда ее вытащить и знать, куда поставить. И по этой 20 тысяч файлов я их разбирал по тематике. Вот когда сейчас считает Сергей, ну это 300 поэтов за 300 лет. А в общем за 300 лет 500 поэтов, 200 примерно зарубежных. Это интересно, конечно, но не считая мои стихов. Я их стихами не называю, а все четыре тома заглавлены проповеди в стихах, а не проповеди. И на эту тему никто никогда не говорил и говорить не будет. Они не знают, куда его вывести. Вот у меня стихами больше всего занимался Дебунов. И тот с третьего захода только начинает понимать, о чем там написано. Я сам, когда считают сейчас... Я до последней строчки его не признаю. А я, когда считает Сергей Павлович, а я стою здесь у стола. И когда он в конце считает, да считает так, 5 июня, там 5 года, Игнатий Лапкин. Я стою вот так вот, руку выбрасываю. Вот так. Он так объявляет, как МММ, там борьцы без правил, когда орет там. И Сергей так, а я стою тут, перед экраном мельтешусь. Мне интересно. Это до самого 36 строчек, 35 строчек, и не могу признать, что это мое. Настолько это выше моего уровня. И когда в конце гляжу мое, тут уж не откажешься. И о чем именно? У меня идет, называется, экстраполяция, перенос событий издали, о которой говорит Писание, на сегодняшний день, и конкретно переворачиваю к считающему. Это надо видеть. Почему их так воспринимают некоторые, как осуждения? Не осуждения? Если осуждения, то не мной вызвано оно. Какое букву ни назовем, окно, допустим, ложки, нож, стол, пол, на все есть стихотворение. На все. И при том, совершенно, с неожиданной стороны показано. Это Бог делает. Это благодать. Я каждое стихотворение, когда мое, я вижу, насколько это выше моего уровня образования и прочее. Я не знаю, я прожил интересно, красиво. Никому не завидовал никогда. Я радуюсь тому дню, что искал, и Бог поймал меня. Есть такое стихотворение, как он у меня поймал, на какой крючок я вышел. Есть такой стих у меня. Да. Ну, вот так. А говорит другой раз. А он хвалит на меня. Он хвалишься. Ну, в первую очередь, есть чем хвалиться. Это первое. А второе. Хвалиться повелевает Господь, хвалящийся хвалит Господом. А Яков 2,18 пишет. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. И так не может укрыться светильник. Он ставится где? Не под кровать. Дабы все видели. Дабы ваши добрые дела, что прославили Отца Небесного. Если бы я сказал, меня, как говорят, пиарить, а то другое. Мне противны эти слова. Чего ради? Я вот вчера только получил письмо из Государственной Думы, когда я там ходатайсовал за свидетелей Иеговы. Прочитать? А, прочитайте, да. Сейчас. Ну, маленький, маленький. Я не знаю, видно или нет будет. Сначала письмо. Вот так. Видно, нет? Ну, вижу, да, но неразборчиво. Неразборчиво. Ну, да, и понятно. Но здесь это предварительный такой. Я его просчитаю. Ага. Не видно, да? Прочитайте, потому что я плохо вижу. Так. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Аппарат Государственной Думы. Управление по работе с обращениями граждан. Ну, тут все номера, адрес. И. Т. Лапкин. Ползунова, ШДФ, дом 6, город Барнов, Алтайский край, 656-056. Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрено и передано в профильный комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросами общественных и религиозных объединений. И. Попова, консультанта отдела рассмотрения обращений граждан и организаций. Вот так. Я впереди написал о себе. Ну, мою миссионерскую работу. Чтобы не подумали, что я свидетель Юговы. Что для меня-то это хорошо. Как бы. Ну, как понимают, Дворкин-то бьется. Чтобы их не было. А я наоборот показываю. Выписал все законы, статьи, уголовного кодекса, конвенции прав человека. Все абсолютно мне юрист помог наш, Севастьян. И все это отправил. И так не пойдет. Я говорю, когда мы где-то ездили, нас задержали, а потом разобрались. Там уголовный розыск. Фотографируются с нами. А сказали, свидетели Юговы. А вы православные, нам показывают, куда тут библиотека. Я подумал, ой-ой-ой, нас ждет горе-то какое. Море будут кровью хлебать. Так разве-то можно перед законом-то нас на разную ступень ставят? Перед законом нетеократического государства мы все одинаковы. Гарант Конституции президента и орган от президента. Мы все одинаковы для него. Тем более, они хорошие работники. Нормальные семьи у них. Но они другие. Они не православные. Ну и что? Они перед Богом ответят? А вы-то за что их жущите? Отобрали у них дома. На каком основании? Они что, воровали где-то? Нет. А мы решили. Ну мало что решили. В Америке, во Франции не решили. В Финляндии они свободны. Государство-то запретили пять государств примерно. Почему вы другие-то не берете? Вы маленько посоветуйтесь. Не с Дворкиными, а с нами. Я с ними беседую. Умные люди. Но он не дает переливать кровь. Понимает, троицы нету. Но это его уверование. Но откуда знаем, что он не обратится? Этого мы никто не знаем. Я сидел с ними в лагере. Два было. Бурлак и Гончар. Фамилии их. Да я написал генеральному прокурору, в Государственную Думу, президенту и Министерству юстиции. Четыре письма. Вот одно уже пришло ответ. Я там привел слова этого не Мюллера и пастора. Слышал, как он говорил? Когда пришли фашисты арестовывать евреи, я не еврей, я промолчал. Коммунистов стали забирать, а я не коммунист. Я опять промолчал. Профсоюзные деятели начали подбирать. Я снова промолчал, я не профсоюзные деятели. А когда пришли меня забирать, уже никого не было, чтобы заступился. Вот и весь ответ. Я не хочу этого. Я говорю, вы уже цеплять начинаете баптистов отделенных. А там и до нас доберутся. Там они, им предъявляют то, что? То, что у них какая-то связь с иностранными государствами, что-то такое, да, насколько я понял? Нет, нет. А при чем тут связь? Сегодня все открыто. Железного занавеса нету. Связь. Ну и что? Мы, зарубежная церковь, тоже связь. А мы две общие наши. Нам никто вину не ставит, мы зарегистрированы. И они были зарегистрированы все. И вдруг закон их выбросил от себя. Как так? И почему я должен промолчать, когда это несправедливость? А несправедливость, вот ты впереди задавал, как я реагировать должен. Я отреагировал, до этого писал, в роликах выставлял, проповедь говорил об этом. И теперь, наконец, посоветовался с юристом. И закон он выписал, я тогда написал. Я делаю все по совету. Меня не обвинят, что я хочу там. Я ничего не хочу. Я только говорю, что несправедливо. И верните им все их дома, которые отняли. Залы эти. Государство этим не наживется. Конечно, людям это трудно понять, как я православный проповедник, миссионер и заеретиков самых ярых заступаюсь. А что тут понять? Я против неправды. Вот так, дорогой. Вы правильно сделали. Ну да, я так тоже думаю, что правильно. Ну, я, они, вот я с кем разговаривал, и вообще слушал, что они же говорят, что типа через них спецслужбы какие-то работают, и у них там все это обман и прочее. Да что статья есть на это? Судите. Если на то пошло. Есть статья такая, по ней судите, но их же не судят за это. А за распространение их вероучения не надо. А они судят, они какую-то тайну выдают. Ничего этого нет. Им в обвинение даже не ставили. Это раньше было при советской власти. Мне тоже говорили. Ходил тут уполномоченный или кто, и распространял, что в 68-й школе, в подвале у меня была радиостанция, я связан был с японской разведкой. Почему с японской, не пойму никак. А мне судья одна говорит, Жамоедова Нина Васильевна, и она говорит, а я знал, что это про вас. Она на нашей улице жила. Самая неправда говорит это все, что про вас говорили-то. Она умница такая. Люди понимают, видят, а мне это не повредило. Туда не попадешь, где я был-то, а меня туда тащат по этапу везде, я везде свидетельствовал. Там с тюрьмы везде, говорится, как во время предгрозовое все сверкало. Меня вызывали, это ваша работа, я везде там писал, в разные щели толкал-то. Моя. У меня один тогда был, он подполковник. Да мы вас в порошок сотрем, да вы тут будете еще распространять религиозную тут. Ну ладно, я говорю. А там написано, наверное, стихотворение было. Низверглый Рим, падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колено. Христос воскрес, воистину воскрес. Как падет КПСС? Я говорю, так Библия говорит. Библия говорит? Я говорю, да. Ну, наверное, так и будет. Сразу переменил голос и все. И больше меня не трогал. А если бы я начал крутить, вертеть, да зачем мне это нужно? Я пришел умереть, меня это Солженицын научил. Я пришел умереть, и поэтому сдохла собака. Меня не вербуют нигде, не трогают. А сейчас пишут, да он стукачем был, доверху тухаем. Ну, разные сопляки тут. Я был. Где я был-то еще не был. Я видел, как там разбивают и убивают. А меня пальцем никто не тронул. Господь это сделал, который там Аманкулов или кто-то был, как бригадир сидел. Он говорит, тут гражданский приезжал. Вы видели? Я говорю, да. И вы не знаете, кто? Нет. А мне уже сказали. Это из-за вас приезжал специально из центра. И такой-то из КГБ и сказал вот этого человека, чтобы никто пальцем не трогал. И поэтому вас так тут и берегут. Где начинается избиение, у меня сразу в сторонку. Отец, иди там и журналы почитай. Просворы какие были. А откуда такая ненависть к Сложеницыну? А вот сейчас особенно. Ну, больше всего он обречает. И сейчас сегодня один. А я его не люблю. Ну, от этого ничего не зависит. Ну, 300 с лишним, 360 свидетелей, которые давали ему данные, зэки. И они говорят, а вы там не были, я там был. И подтверждаю, вся правда, ни одного слова неправды нет. Это герой нашего времени. Ну, а почему против? Потому что он затронул евреев. И они травят против него. Вот и все. Как Щубайс. Анатолий Щубайс-то. Это же еврей. А тут фильм-то поставили. По его, видимо, сценарию. Это там он такой, там и бабник. На Достоевского Федора Михайловича-то. Ну, никакой грани-то безумия нету. Я бы его зубами изорвал. Это Щубайс выступает и говорит. А за что? Ну, потому что он написал 200 лет с нами про евреев. Сколько они еще делают. И дела открыл их. И Солженицын это же коснулся. А Гитлера простить не могут. А Сталин хороший. А Сталин погубил в сотни раз больше, чем Гитлер своих. А Гитлер своих не одного. Тот из разрухи поднял страну. А этот в разруху бросил самое передовое государство в Европе. Я знаю их всех. Я много занимался этим. А что вам нравится? До войны-то Гитлер. Это же какие мирные предложения были. Как со Сталином они переписывались. Я пошел в архивы и там сидел. Сидел и сидел. Месяцами, наверное. Считал все газеты подшипки. Сталин пишет. Иосиф Виссарионович поздравляет его. Тут учились на танкистов, на самолеты. Все учились здесь, в Советском Союзе. И гнали туда. Я беру из своей прессы, не из немецкой. А там меня интересует. Принес он покаяние, когда стал воевать. И вот это вот все уничтожить. Там народ еврейский, там славянский. Демон в образе человеческом. Сатана. Ну, надо разделить до и после. До войны и после. Во время войны. У меня нет никого. Гидлер единственный, кто две Олимпиады провел. Зимнюю и летнюю. Единственный вообще за всю историю. Да. Подряд две Олимпиады. И что интересно. Всех поздравлял. А Негр, когда завалил первое место, он руки не подал. Ну, ладно. Это их дело. Я все время спрашиваю. Вот и Юнге, это сейчас выступила она. Личный секретарь его девушка одна. Ну, женщина. Видно, что красавица была. Куря сидит. И она говорит, я ждала тоже, принес ему покаяние. Нет, она последнее завещание печатала. Я долго искал этот материал. Не было покаяния. Но он не умер тогда. Не умер-то. Он еще долго жил. Даже показывает. Там девочка, кажется, родилась. Я больше склонен к тому. Еще бы ради он умирал. Да и никто бы ему не позволил это. А вынесли. Все слышали. Выстрел. А кого вынесли? Это вы видели? Нет. А когда сжигали, видели лицо? Нет. Двойника. Его кормили, поили для этого. Там из закрещенных. А когда стали уже в торопях-то. Рваные носки там починенные. У Гитара рваные носки были. Ну, что непонятно-то. Стоматолог там поделал. А мне кажется, что он все-таки дьявол его довел до конца. Потому что надо было... Как Геббельс, то же самое. Он не только себя убил, но и жену, и детей же. То есть до конца должен... Это Геббельс. Геббельс это сделал. Это Геббельс. Это Геббельс, да. Я говорю про Геббельса. А Гитар то чем он лучше-то? Ничем он не лучше. Но никто его не видел-то. Который заходил, тот сказал, я видел. Его больше никто не видел. А потом, когда брали, в Советском Союзе отбыли. Откуда-то вернулся и говорит, а я их всех обманул, коммунистов. Нет. Его тайными... Там за ним, которая прилетала, его лично самолет-то вывезла. А дальше уже прошли две подводные лодки, пришли к Аргентине. И там их затопили. И никого не допускали. Откуплена земля. Им было что. Я думаю, нет. И может, после него еще будут какие-то материалы, которые он написал. Ум его. Конечно, тяжело было переживание. Он состарился. Ему 60 лет-то не было тогда еще. Ну так, это между делом. Ну, то, что Юнга написала. Да. Она же написала его последние слова. Ну, его слова последние даже близко о покаянии не говорят. Наоборот, даже... Ну, то есть, он в этом же... Она говорит, мы ждали, что он что-то объяснит. Да. Развязка какая-то будет. Я про это и говорю всегда. Я искал. Меня интересует. Переживания Сталина меня не интересуют. А вот Адольфа Гитлера интересует. Представь, захватить почти весь мир при нем. И вдруг там рушится. Тут не пропускайте. Он прям не сдавать, не сдавать. И там уже не слушается. Армия разваливается. И до конца там бились эсэсовцы. Потому что эсэсовцы, это одно, что для них комиссары. Я много-много считал. Все документально. Практически в интернете трудно найти. Гальдера там, письма, солдаты. Я посмотрел как-то где-то 180 роликов, кажется, просмотрел. Документальных. Не считая, которая там играет его. Вот это. Восхождение дьявола. Очень сильный фильм. Видели? Нет? Видел, да? Видел. Ну, вот так. Ну, вот. И как я ему приверженец. Глупости какие-то. Какой я приверженец. Меня интересует это. Черчилль меня не интересует. Сталин? Нет. Потому что тут все понятно. Но тут, когда все из рук уходило. И уже прорвали там. Фронт открывается с юга. Здесь. На Курской дуге. Там поражение-то не было на Курской дуге. Потому что в это время. Ну, уже по договоренности. Со своей антантой. То есть, с юга пошли прорвать. И Гитлер дал указание снять новые все танки. Туда отправить. Ну, а эти тут уже. Поражения никакого не было у них. Но не было то, что они не могли прорваться до конца. И поэтому, когда готовились там. А Арденнах-то напал. Дальше-то идти. И Гитлер-то. И в это время. Не в Арденнах, там как называют они там. Которые было. И тогда Черчилль написал Сталину, чтобы какую-то операцию провели. А до операции-то еще где-то недели две было. И Сталин дал указание без подготовки. И начали, чтобы отвлечь силы оттуда, которые пошли туда. В Великобританию. Ну, тут понятно все. Что там говорить. Но самое главное, у Бога все предназначено. Я ни за кого. Я к тому, что Бог наказывает. Избирает бич и бьет. И очень крепко. Вот когда считаем мы про этого Пармаврикия, Фоку. Просил когда святой. За счет такого. Где ты, Господи? Он говорит, дал бы хуже, но не нашлось. За ваше поведение. И поэтому надо все воспринимать как от Бога. Семикратно в день прославляю тебя за суды правдатая. За суды. За майданы. За все Сталинграды. Я прославляю его. А как бы вы в войну были? Никак. Меня бы расстреляли в первый же день. И все. Я в войне бы не был, не участвовал. Ну, а кто его знает? Может, я ничего бы не говорил. Ничего. Просто я не пошел бы воевать, убивать. Я про одного православного считал. А он как-то тут в монастыре научился обувь делать. Там же учат все время это. Научился стряпать. И все в армию берут. А он не идет воевать. Его сразу к расстрелу. Сразу. А тут посмотрел на него. И не знаю, что. Спросил, а ты еще умеешь делать? Он говорит, я не знаю, что я умею делать. Что не умею, я не знаю. А так я все делаю. Столярничать могу. Я же в монастыре был. И он его генерал спас. А дальше он ему стал шить везде. И потом хлебом снабжать. Он пекарь не делал. Такое, чтобы пальчики оближешь. Там из других дивизий стали заказывать ему. И он мало того орден получил даже. Православный. Не пошел и все. А у другой там сказал, я не могу пойти беру. Тут же расстреляли при всех и все. Сразу на небо. Никаких страданий. Надо смотреть на все глазами Священного Писания. В Духе Святом. Молитесь об этом. Вот на меня, которые нападают. А вот, Игнат Тихонович, вы же... Говори. Вы же жили среди людей, которые воевали в Великой Отечественной войне. Скажите, среди них верующих-то в итоге много пришло с войны-то или нет? Видите, они все стали говорить, я верующий был. Уполномочий империозным культом у нас седешь, Александр Петрович. И тот мне говорил, у меня мама молилась. Он, я в финской войне еще воевал. Я разговаривал с людьми, которых травили газом в Первую мировую еще. И он все время задыхался. А в этой войне Гитлер-то, у него же склады стояли. И он ни разу не дерзнул на это. Не пошел. Газовая атака-то не была. В Первую мировую немцы же отравили. Что-то зависло? Что-то картинка зависла, но я все слышу. Ну ладно, все, давай. И вопросов нет больше? У меня закачка идет, поэтому так. Нет, я имею в виду, среди вот тех воевавших-то, вы люди это знаете, а не как? Среди них верующих-то много было в итоге, воевавших среди? Ну я понимаю, что я со многими-то и не встречался. Я немного, но встречал. И такие, чтобы вот прям крепко верующие воевали, может, ни одного и не встречал. У меня ничего не запомнилось это. Был на войне, пришел. Ему вот так вот, тебе мой рисунок видно, нет? Я сейчас ничего не вижу вообще. А, ну ладно. Вот так губы срезало, все. Снарядом, осколком. Он через два дома от нас жил. Вася Крутиков, его звали Косорылый. А он разведал, работал в полковой разведке, видимо. Показывал, как бороться. Мужики тут сойдутся, но он более такой был. Не успеет глянуть, уже на лопатках лежат. Он знал, вот как холодное лето 1953 года. Вот примерно так. Такие люди были мне, встречались, но я с ними не разговаривал. Мы в разных возрастных группах были. Возвращались, до кого-то мать молилась. После войны переворот, вот поворот к Богу-то пошел или пошел, не пошел? Я тоже не могу ответить. Понимание, для чего была война? Вот это приходило ли понимание, за что была попущена война? Ни разу, ни разу не слышал даже про это. Я потом узнал. Это уже Господь открыл глаза. А кем бы я разговаривал, когда я вообще не разговаривал? Ни с кем. Мы живем в деревне. Вторую половину деревни, где храм, туда и не ходили, только коров выгоняли. А война-то кончилась, когда мне 6 лет только, но еще с кем я разговаривал? А когда пришел в сознательный возраст, а в деревне у нас таких и не было, мой один отец. А он в 41-м под Смоленском ему руку оторвало. И с кем бы я разговаривал-то? Я не разговаривал ни с кем. Мне ни один человек такой не встречался. Ну еще, вопрос об этом. Спаси Христос, Игорь Тихонович. Слава Христу. Мы проговорили с тобой сейчас 26 минут. Ты не против, что я выставлю ролик? Ты не против? Конечно, не против. Это я уж так раз для веселья спросил. Ну, дорогой, все тогда, отвечайся сам. Все, благодарю. Думал, минут 20 будет. Ну, 20. Я скажу, сейчас 27. Ну, все, Игнатих, спаси Христос. Аллилуйя. Все, отходи.